Время объема 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 Это город был шахт из шахтеров. Эту отрасль похоронили и убили. Да, я был против этого. Но так произошло. Мы не смогли отстоять и отвоевать вот эти вот позиции. Нет, лучше это развитие. Он не сможет вот из этих кров, запятая, кто там, кто тут прожил, труд водопроводов, которые были главы, выяснивая заплатки для рублей на ту или индустрию, на какие-то индустрию, он не может в этой ситуации что-то выключить для развития, для рабочих мест. И всегда в эти моменты объединялись. Ну и потом вообще само устройство России. Я не буду дальше приказывать, просто, наверное, за то, что это время у нас совсем не было, это значит. И вообще вот разрозненность России по множеству областей, ну что такое почти 90 регионов, да управлять почти невозможно. Особенно сегодняшние демократические, вернее, все демократические. Ну все же, давайте возвращаемся к кандидата кофе, нато располняющего обязанности, как бы время объединенное этой структурой. И после этого, значит, будут выборы. Поэтому это, я думаю, что будет после выборов, если граждане проголосуют за объединение, а это основной, важный фактор, без этого невозможной юридической правовой формы для объединения. Если граждане проголосуют против, объединение ни в коем случае не состоится, а если это сделают, то это может оспорить. То есть, в Суридном данном случае, возможно, какие административные методы? Нет, нет. У нас в Приморье был такой случай, когда Суридский и Устерийский район объединили. Ти-и-и-хо-тихо, но это нарушение, это бы не только спорить. Евгений Иванович Козин, о котором известно, про тепло и горячо говорите, влез лидером КПРФ. У вас жирен в пути и многое строительство? Вообще, вот в Думе, как ни странно, хотя я сам не коммунист, и некоторые позиции не разделяю, вот позиции коммуниста, те, которые выходят на улицы с красными знаменитыми ординами, которые строили и Братскую ГЭС, и Днепрогресс, и Светлое Будущее, вот с ними у меня никогда не было расхождение. А вот с номенклатурой коммунистической, которая погубил и развалил Советский Союз, потом преобразовалась в демократа, потом в наш дом России, в демократический выбор России, потом в отечество, потом в единство, потом сейчас в единую Россию. Я и говорю, ребята, вы так увлеклись властью, и так вы ее любите, вас оттуда ничем не... у вас нет никакой основы, у вас нет никакой позиции. Если завтра женщины России победят, вы и пол поменяете, чтобы остаться в этой правящей партии женщин. Поэтому вот эту номенклатуру, да, я не разделяю, я погорячиваю, просто сказал. Тут чистый кривизист. И все знали, что она никогда не расстанется ни с машиной Вольфа, ни с кабинетом, ни с положением председателя комитета. Поэтому и Кремль сыграл на это. Тоти почти всех коммунистов за мной голосуют. Даже Зюганов позабочен, я сейчас создаю партию, она уже обменилась на регистрации свободы народа власти, и Зюганов позабочен, что коммунисты как раз перейдут вот туда, потому что у них вот наши программы совпадают. Они не совпадают, да, на счет коммунизма, социализма, потому что все это миф. А вот за народ трусы с тобой. Расковы, Илья Иванович, спросим, облыски разногласия на верху как-то отразятся на их благодарности. Даже и там на плену, и то 25% практически откололись. И сейчас просматривают вариант, как бы создать еще филиар из Аграриев и из КПРФ во фракции Турской, еще отдельную фракцию. И, видимо, это произойдет. Правда, мы немножко опередили, мы знали эти события, и вот часть наших независимых депутатов, и в том числе часть из КПРФ, и часть из Единства, из Отечества, в том числе из Аграриев и из регионов России, мы поспешили сорганизовать, мы начали только это строительство, группы патриоты России. И таким образом, возможный вариант, здесь еще будет борьба между двумя достойного кандидата, если он есть. В тот раз просто его не было. А на этот раз он есть. Поэтому и я никаких, значит, не ставлю других кандидатов. А ваши отличные планы через полтора года выборы в Госдуму вы еще не определились в своем желании? Я определился. Я создаю сегодня не просто партию. Партии сегодня. Вот с этими разновидными всеми аминкатурными партиями. Беда нас всех, в том числе Артема, Грунтвостока и России, в том, что у нас нет гражданского общества. Нас разделили. У нас 75% вообще не голосуют. А из 25, которые приходят, 10% в среднем голосуют против всех. Значит, всего 15% участвуют. И поскольку много кандидатов, то не растаскивают голоса. И кандидат побеждает. В 5-6%. Так вот, так будет всегда. И в этих условиях, особенно в центральные органы власти, олигархи будут проводить своих людей. Потому что там крепкий союз. И вот эта вся многопартийность, которая сегодня, она абсолютно одна. Там нету народных партий. Там есть только разновидность на мгновенной партии. И ничем они не отличаются друг от друга. И они переползают один туда, соединяются и так далее. Ну, я уже об этом сказал. Но, в конце-то концов, я потерял 13 лет. Ожидая, ну где-то этот Минин Пожарский появится. Иван Калита откуда-то из подворотния выскочить, и вот мы пойдем за ним. Прошло 13 лет. Нет. И тогда я принял решение. Имея свой вот колоссальный опыт и известность. Ну чем я или кто-то другой хуже Жириновского, который когда-то, будучи капитаном, создал партию и набрал 24% голосов сразу на первый выбор. Сегодня рейтинг по России у меня 7% в среднем. 5% на кто-то позже. Я могу провести от Приморина и от других даже без денег. А олигархи бы не дали денег, но я никогда под них не ляжу. Учих людей. Власть не рискнет отменить всю систему выборов и ввести систему назначения? Все же какое-то подобие демократии. Власть об этом задумывается заранее. И тот закон о партиях и о выборах, которые сейчас протащили там, где конституционное право граждан нарушено в связи с этими вот привилегиями для партии. В законе основного конституции все равны в избирательной системе, а партиям там особо привилегий. Так вот, заложены в этих двух законах три нины. И на случай антиконституционный, и на случай, если они проиграют какие-то выборы, то уже известные люди обратятся в конституционный суд, и конституционный суд отменит эти законы, эти статей, и выборы будут считаться недействительными. И опять возвращается Старая Дума, а в сегодняшней Старой Думе это Правительственная Дума. Мы ничего не можем, 162 человека вместе с аграриями, коммунистами, и вот нас, независимых там, по-трандесятках, мы ничего не можем решить в интересах народа. Над нами просто там издеваются, пытаемся выступать. Ну, давайте голосовать. Голосует их большинство. Как мог закон пройти об этой пенсионной реформе? Это не то, что грабительский. Это еноцидный закон. И тот, кто в суть этого закона вошел, это хитрые финансовые пирамиды, которые сейчас собирают со всеми деньги, накапливают, крутят их и расходуют. Даже Дума Краебая огромное количество законопроектов протолкнули через меня. В том числе и тот законопроект, который запрещает совмещать мэра одновременно и думские дела, и дела, значит, еще председательствующие. И мы это протащили, этот закон. Кроме всего этого, огромное количество законов социальной ориентации. И я должен сказать, вот так, критиков, крутых они особо. Вот почему, допустим, ну, будет от Ратемы от Сави, и взаимодействий у нас не будет, и мы будем точно таким жопать. А Дума городская, ну, никак не взаимодействует со мной. И это очень плохо. И, допустим, если будут такие, как Козин, взаимодействие, естественно, будет, независимо, там, кто в каких политических партиях, или еще. Главное, чтобы составляющая была в интересах народа.